Справились с волнением, но смазали концовку как эксперты отреагировали на первую победу сборной России на ЧМ. 11 мая 2019, 9-3. Ксения Рахновская. Когда Евгений Малкин и его партнеры показывают такой высококлассный хоккей, другие игроки сборной России хотят соответствовать их уровню, заявил бывший арбитр, а ныне комментатор Леонид Вайсфельд после матча российской команды с Норвегией на чемпионате мира в Словакии. Президент Федерации хоккея России, ФХР, Владислав Третьяк призвал не волноваться из-за отсутствия голов в активе Александра Овечкина, а экс-защитник Сент-Луиса Александр Хаванов выразил мнение, что Никита Кучеров может стать ключевым игроком коллектива на турнире. Пять заброшенных шайб в матче с национальной командой Норвегии стали воплощением высокого исполнительского мастерства российских спортсменов. К такому мнению единодушно пришли руководители российского хоккея, представители тренерского цеха и эксперты. Также по теме. Результатом довольны, содержанием нет, что говорили в сборной России после победы над Норвегией. НЧМ по хоккею тренерский штаб сборной России проанализирует и устранит причины, по которым игроки потеряли концентрацию и пропустили две шайбы В. Особого упоминания заслужила успешная работа спецбригады большинства, считает главный тренер Олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ. Чувствуется, что ребята понимают, какая на них лежит ответственность. Безусловно, игру нашей команды нельзя назвать идеальной, но для того и нужны стартовые матчи с такими соперниками. Тренерский штаб должен понять, над чем необходимо работать для достижения максимального результата, сказал Браташ в эфире Матч ТВ. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказал мнение, что от матча к матчу коллектив Ильи Воробьева будет прибавлять. При этом бывший наставник российской сборной подчеркнул, что считает грубой ошибкой потерю концентрации, которая привела к двум пропущенным в концовке встречу шайбам. Еще рано делать выводы по качеству игры. Да, справились с волнением и забросили в большинстве, но смазали концовку. Причины этого узнавайте у тренерского состава. Нельзя расслабляться при любом счете, цитирует Михайлова ТАС. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, сборная России пока выступает не в полную силу, но в действиях красной машины есть позитивные изменения. Ребята почувствовали ритм и наладили связи. На чемпионате мира другая ответственность. Если сравнивать с Евротуром, то сразу изменились и скорости, и качества. По сути, сейчас нащупывается игра, которая пригодится в решающих матчах. В связи с этим важный моральный настрой коллектива начали с победы, настроение сразу поднялось. При этом отмечу, что для достижения результата команда потратила не так много сил, оценю их затраты в 70%, приводит слова Кожевникова Риа Новости. Ковальчук обязан себя проявить. Подводя итоги стартового матча россиян на первенстве планеты, эксперты сфокусировались на разборе действий отдельных игроков. Так, по мнению комментатора матч-ТВ Дмитрия Федорова и бывшего хоккейного арбитра Леонида Вайсфельда, в адрес капитана российской команды Ильи Ковальчука поступает незаслуженная критика. Форвард не смог отличиться в игре с Норвегией, кроме того, заработал удаление и оставил свой коллектив в меньшинстве. Вспомните предыдущие турниры, на которых Ковальчук постоянно играл под прессингом. Даже золотой чемпионат мира 2008 года в Квебеке прошел под эгидой жесткой критики в адрес Ильи, при этом он смог собраться и в финале сказать самое главное слово. Такие люди, как он, всегда могут проявить себя. Он просто обязан это сделать, отметил Дмитрий Федоров. Когда в матче так блистают отдельные игроки, я имею в виду Малкина и компанию, которые буквально рвут соперника, то всем хочется соответствовать их уровню. Но пока это сложно сделать. При этом Илья очень старался, и я уверен, что при должном отношении к делу результат придет и к нему, пояснил эксперт. Бурное обсуждение вызвала игра Александра Овечкина. От главной звезды сборной России болельщики ждали голов и результативных передач, однако стартовая победа на турнире прошла без активного участия действующего обладателя Кубка Стэнли. По мнению президента ФХР Владислава Третьяка, статистика форварда не должна настораживать его поклонников. Овечкин не забросил. Ничего страшного, все будет нормально. В следующей игре Александр обязательно добьется успеха. У него был момент в матче с норвежцами, так что Саша уже начал двигаться к своей цели, заявил глава ФХР. Экс-защитник сборной России Александр Хаванов связал нерезультативную игру капитана Вашингтона с отсутствием должного взаимодействия в его звене. По мнению эксперта, Овечкин, Евгений Кузнецов и Кирилл Капризов пока не могут в полной мере проявить свои лучшие качества. Им не хватает качественного завершения. Они стараются сделать комбинацию сложной. При этом все трое обладают великолепными бросками. Им просто нужно начинать чаще пользоваться ими, атаковать ворота, и тогда результат не заставят себя долго ждать, отметил специалист. Кроме того, Хаванов прокомментировал игру Никиты Кучерова. В стартовом матче чемпионата мира Форвард Тампо Бэй Лайтнинг набрал три балла за результативность. По мнению экс-защитника Сент-Луиса и Торонто, именно от игры Кучерова во многом может зависеть результат всей команды. Никита Кучеров стал сегодня в матче с норвежцами автором одного гола и соавтором еще двух, а потом рассказал, как ему игралось в первом матче чемпионата мира с нами Россия. Хоккей России, собака Руси Аучкей, 10 мая 2019 год. За ним очень интересно следить. Все знают, что он опасен, опекают его персонально. Но при этом Никита находит свободное пространство в чужой зоне и создает себе и своим партнерам возможность для броска. Важно, что у него многое получилось в матче с Норвегией. Это значит, что к нему начала приходить уверенность. Кучеров может стать ключевым игроком команды, ведь он не дрогнет ни перед одним соперником, пояснил Хаванов.